привет это дайджест я вывернусь наизнанку но выпуск сделаю коротким итак сегодня мы рассмотрим с тобой три темы очень быстро но не упустив ничего важно первое это дедушка дональд трамп куда он ведет крипто что он делает как он себя позиционирует и что от этого нам ждать второе это ситуация с xrp из компании ripple почему это важно сейчас ты узнаешь но ключевое ripple готовится взлететь и очень высоко я думаю даже настолько сильно что ни ты не я даже не представляем как это может произойти и 3 гарри генслер похуже он все пару слов о нетехническом анализе и на этом закончим поехали и так дональд трамп почему мы о нем заговорили потому что помимо того что он выиграл президентскую гонку и сейчас мы будем свидетелями одного за другим ослаблений и различных даже поддержек крипто проект вообще крипто пространство в целом на мой взгляд своим непрофессионализмом он настолько усиливает этот гипер оптимизм что я считаю он тем самым превращает ситуацию творящуюся в крипто пространстве в некое подобие пузыря это не гармоничное развитие настолько сильно опережающие даже какой-то здравый смысл чревато тем что не просто будет коррекция который неизбежно в любых рынках которые мы все знаем обязательно произойдет мы уйдем по потом в медвежку это нормально все естественно просто мы можем этим нездоровым быстрым темпом не успеть адаптироваться и принять ситуацию которая на самом деле нас окружает и тем самым он многократно усилить риски которые в дальнейшем произойдут они произойдут неизбежно с очень большой вероятностью это будет наверное не просто крипто зима это будет довольно сильный крах чисто теоретически может быть история повтора краха дот комов когда настолько быстро новая технология запьянила просто опьянила умы людей и из-за этого привлекло огромное количество средств что в дальнейшем это вызвало неестественно быстрый рост и в какой-то момент чудовищный перегрев который потом превратился в чудовищный крах на многолее на многие многие годы все потом вернулось все конечно зажило и выжило отстроилась отстроилась заново но проблема была очень серьезный и вот дональд это сейчас именно на мой взгляд и создает причем здесь трамп если мы говорим с тобой про крипто объясняю трамп сейчас сильнейший катализатор для всего что происходит в крип но при этом у трампа есть 2 2 очень серьезные огромные слабости которыми сейчас люди в окружении трампа начинают пользоваться первое это падкость налезть невероятная причем просто вообще чудовищная ты прям вот ему рассказываешь как он самый лучший самый клевый потрясающий и вот наверное его сердцу путь открыт я думаю что вот именно так маска сейчас и делал вот почему втесался в такое невероятное доверие что даже к трампу что даже ближайшее окружение злит уже это навязчивость вообще вот и вот постоянное присутствие маска просто везде он с ним везде на встречах на официальных на телеконференциях на каких-то разговорах на выступлениях просто везде и горлинг хаус сейчас похоже пошел по этому же пути и 2 есть слабость трампа прямо так и мне недостаток это нетерпимость к любой точке зрения которая не соответствует его и вот почему воспользовавшись первой слабостью ты можешь втереться в доверие прям вот приблизиться а из-за второй слабости вот этого минуса трампа ты можешь потерять в начать и все вот почему я считаю что крипто сейчас не грипп triple разыгрывает опасную игру вот вылезая в доверие к трампу на прошлой неделе горлинг хаус не встречался и так аккуратно ушел от ответа была ли встреча ну я понимаю почему потому что для любой коммерческой компании это red flag это вообще-то тревожный значок зачем с президентом что-то встречаться обсуждать еще не говорить об этом публично естественно ради своих личных интересов о которых ты не хочешь говорить публично и рассказывать всем и вот почему сейчас этот пузырь ripple начинает раскачиваться даже быстрее наверное чем все происходит в крипто и вот почему бурное неестественное такое вот не как бы не натуральное развитие рост в дальнейшем чреват больным большими большими и очень больными падениями и мне кажется сейчас ripple конечно отыгрывается за все упущенные возможности которые были у него предыдущем года это пропущенный был ран предыдущего цикла это тяжба стек который им реально не давала нормально жить вспомни как ripple упал после того как сек объявила об открытии судебных дел по ряду целых статей против ripple он упал до 0 1 это просто было жалко и вообще зрелище рынок весь уже восстанавливался от корону дампа причем так достаточно хорошо и эффектно а ripple просто в тотали только ленивый тогда не говорил что ripple это скам и очень бы не хотелось чтобы в какой-то момент после взлета наконец-то вот этого вот прям огромного до небесам тату зиму на ripple потом опять упал потому что вдруг он начинает терять все потому что такое может произойти очень хотелось бы чтобы за ripple опять начали говорить что это скам но здесь есть еще две хорошие вещи которые играют на пользу ripple идут ему во благо сейчас тебе расскажу просто супер позитивные новости в деле сек против ripple как ты знаешь сек подала апелляцию ripple ответила апелляции по последнему решению суда что сделала сек ну во первых она конечно всех удивила потому что апелляция изначально было скажем так ну маловероятно успешный это сек скорее всего понимала и она решила папу пойти по пути обходному она поднимала темы старые давно закрыты в этом деле и даже темы которые были выведены в отдельное разбирательство и которые уже были тоже закрыты то есть она попыталась максимально поднять что можно только поднять и что сказал суд в русло этого разбирательства и никаких сторонних обходных путей по сути суд перечеркнул апелляцию сек и вот почему это дело теперь со всеми отсрочками возможными там апелляциями на пиле акциям слушаний переносов и прочее с огромной вероятностью не пойдет до начала двадцать шестого года с очень большой вероятность она закроется в начале двадцать пятого года потому что мы сейчас перейдем последней еще новость выпуска связанных с гарри ганслером и возможно новым председателем всех уже вот ближайшее время который на мой взгляд просто ну по этому делу отзовет даже там наверно не об как-то не об суженную то есть без разборов эту апелляцию без обсуждения оставлены апелляцию просто наверно отзовет и на этом дело закончим идем дальше еще одна история очень позитивная для реплов нет партнерка с кардана не просто там с кардана то подумаешь кто там с кем не партнерится во первых речь идет скорее даже не про кардана а теперь же про чарльза хоскинсона руководителя консультационного совета по крипто вопросам для администрации трампа человек в принципе имеющий до этого достаточно большое влияние для крипто сообщества но теперь через трампа это просто вообще это гуру и монстр это хорошо во-вторых темы этой партнерки не какой-то нам продвижение там токенов да там ли какую-то игру запустить новую какая-то ерунда тема этой партнерки в том что создавать утверждать и за реализовывать законы по крипто регулированию это как раз то чего очень давно не было ну прям ну позитивнее некуда это когда не какие-то дядьки особо не разбирающиеся в теме создает законы а потом по ним надо будет как-то жить и обычно получается даже не совсем то что хочется а это тема когда люди разбирающиеся вот и вот этом вопросе да будут их сами создавать ты тут конечно скажешь что блин но ведь они будут использовать это во благо личных целей там когда это так всегда но человек как устроен все забыли проехали это все равно гораздо лучше чем если кто-то не разбирающийся в вопросах полезет туда так как это делал гэнслер там елизабет уоррен и иже с ними все идем дальше это супер хорошая новость позитивная и для обеих компаний ну прямо ну крайне крайне позитивно ты видишь как рынок на это реагирует все боковике падает а ады секса ты вверх лезут идем дальше гэри гэнслер похоже все письмо которое написал никто в здравом уме и хоть какой-то там трезвой памяти и в адеквате не напишет просто так на ровном месте если ты не собираешься уйти но по тексту это же понятно очевидно что это прощальное благодарственное письмо когда ты оттуда из какой-то компании уходишь и говоришь всем спасибо вы были лучшие для меня была большая честь с вами работать что он про персонал говорит что там это вообще the best которого не сомневается найдет всегда работу ну да значит кто-то там помимо него тоже скорее всего потом полетит с новым руководителем не суть дело в другом что я считаю это письмо было написано не за благовременно несколько месяцев до ухода скорее всего вот уже в ближайшие там дни там ну недели гэнслер сообщит о том что он уходит на мой взгляд он уходит правильно потому что в любом случае его бы оттуда убрали трамп бы убрал да но как кто-то подметил вот в сводках которые там читал и в ньюсблоках рассказывал уходить надо уметь красиво да лучше уйти по собственному да там и сказав что хорошо я все понимаю значит там наши пути дальше расходятся чем ждать когда тебе просто воля скажут пошел вон вот и гэнслер видимо здесь пытается сохранить лицо вот хотя как сохранить сейчас есть уже подтверждение того что генеральный прокурор нескольких штатов 18 если конкретно говорить да инициируют судебное разбирательство против не сек а гэнслера но это немножко другая история это уже о том как справедливость настигает да там и зло терпит там наказание оставим как нибудь поговорим посмотрим просто судьба интересна этого человека складывается вот мы за ней будем умеренно следить но главное в другом что с большой вероятностью он уйдет крипто рынке отреагирует крипто рынок отреагирует скорее всего очень позитивно но потому что это была самая наверно большая проблема даже один из брату инклос назвал его чистым злом вообще от гэнслера не просто там в этом не фиктивным руководить а просто злом вот а представь теперь что будет с xrp вот тот якорь о котором я говорю да который тащился до постепенно да там не зарывался конечно полностью да там за скалу какую-то корабль это все-таки плыл ему тяжело было но он плыл что будет с ripple когда гэнслер скажешь все я ухожу а еще и с делом который сейчас сек до конца не закрыла и именно из-за гэнслера ну там скорее всего да там вряд ли самого себя гэнслера потенциально могло идти до начала двадцать шестого года это дело скорее всего закроется апелляция возможно даже будет отозвана по крайней мере новым председателем я думаю что вполне вероятно для ripple это просто будет не просто вот какой-то трамплин и вверх для ripple это будет вот перерезание цепи этого тяжелого якоря который не давал компания взлететь xrp вот такие дела идем дальше переходим к не техническом анализов и так xrp начнем с него в принципе видишь своими глазами что здесь ну мягко говоря за этого там даже насколько здесь там полторы недели 120 процентов до тела свечи даже без фитиля но выдающийся рост феерический как говорил только что это еще не все факторы позитивные отработали конечно черный лебедь безусловно здесь можно где-то появиться пока говорим о позитиве у нас не технический анализ что здесь мне кажется очень характерно вот после невероятного такого роста даже с учетом этого фитиля вот здесь красная свеча падения и дальнейшее потом удержание этой цены выглядит прямо сильно показательным нет никакого отката как было когда решение принималось да вот здесь то рассказал да что это не ценная бумага смотри отскок вернее коррекция потом отскок и вот мы ниже ниже вот этого мы еще пока не видим но здесь после вот буквально однодневного выстрела сразу какой отскок кстати он был сам по себе меньшим до меньше и телем даже меньше чем тот рост и сразу же процентов вот насколько здесь на процентов 30 на 20 на а 12 коррекция прям стану значительная вот здесь у нас все наоборот просто струя фонтана мы по сути закрепились что будем дальше не буду повторяться просто скажу что новости о которых я говорил и разжевал буквально только что вот что мы не дальше так давай посмотрим теперь что у нас тут у папе папа тоже папа замечательно растет вот наш чудовищный боковик многомесячный вот да я помню что вот мы где-то вот тут разговаривали да прошло там позапрошлый дайджест а вот здесь выглядело все ростом думал конечно что рост на низу он не не такой реально и похоже на то что будем расти ну то посмотрите какая здесь плотность и главная направленность не вниз то есть мы вот даже почти не откатились рост рост до какие-то низы там сейчас у нас получается там верха нисходящие это дневка да у нас но ты погляди как плотно мы держимся на этом месте теперь что еще забыл сказать но не забыл и так сейчас мы уйдем в какие-то минуты длинные я рассказал начали чтобы буду прям заворачиваться чтобы коротко поэтому очень быстро запускаются на битке опционы сейчас все в тисе их одобрила и как она красиво обыграла то что запускаясь на биржах являющихся от контрольными объектами сек подразделение все в тисе отвечающие за вот эти финансовые там вопрос сейчас не помню аббревиатуры провела due diligence то есть расширенную проверку соответствия и убедилась что никаких нарушений нету поэтому осознавая ответ не ответ осознавая подотчетность перед всех этих проектов они запускают грубо говоря дамы в курсе просек сек за это отвечает здесь нет нарушений зеленый свет то есть ну что ну сейчас мне кажется просек вот давай даже знаешь что если вот в течение недели к следующему дальше что сек выйдет с какими-то заявлениями что-то там кого-то нахлобучит или там выставит какую-то сейчас сейчас опять откроет крупное дело вот я прямо расскажу да я вот прям был неправ я прям признаюсь честно себе да вот только напишешь я сейчас могу это есть если я пропущу не воспринимая это как ушел от ответа нет нет ты прям скажи действительно там вот и допустим чет не искал я буду следить я на новости готовлю перечитываю много материала ну не весь конечно вот и если что-то там сек сейчас вот выкинет я скажу да я был неправ всех еще не поражено выстрелом в гарри гансера в сердце вот но мне кажется она поражена сек сек уже сейчас вот с гарри гансером вот вот в своей старой форме доживает вот эти вот последние на неделе лата все идем дальше что здесь по битку ну блин струя идет вверх вот как вот как вот здесь вот мы разворачиваясь вот вот в этом кусочке на шли вверх очень здесь похоже на то что мы сейчас вот где-то здесь вот поколбасимся еще до 90 ну перевалили а теперь что дальше интересно да я думаю что мы сутку сделаем до конца года вот смотри если генцлер реально уйдет до конца там ноября еще будет время какое-то до чтобы вот мы как-то там ну развернулись будет отличная предпосылка к тому чтобы рынок зарядил и биток ушел до сотки до этого конца до конца этого года xxrp просто улетит вообще даже боюсь представить куда просто улетит куда-то вот а до улетен до этом что я льда полетит это будет новогоднее просто шоу и и генцлер может стать этим сделать большой подарок вообще всему миру что потом будет уже ладно после праздника всегда плохо но зачем думать о том что будет после праздника надо наслаждаться моментом это был не технический анализ и буквально пару слов о том что нас ждет из важного в будущем опять же бесконечные всякие конференции какие-то там выступления в общем всякая полная ерунда но через только через там две с половиной неделю неважно короче где-то плюс-минус на через там две с половиной недели заседание будет встреча инвесторов акционеров microsoft на котором будет обсуждаться вопрос об стратегических инвестициях в крипто если microsoft у которых сейчас огромное количество активов и потенциально готовых для инвестирования все-таки решится решиться на это а вероятность достаточно большая это будет еще один мощный пинок и приток капитала крип вот это произойдет конечно не сразу но даже как рынке реагируем да вот новость есть предвкушая ее развитие начинается движение и вот это будет важный момент мы о нем поговорим с тобой уже через наверное дайджест ну посмотрим можем даже через два как будет информация но если ms решит инвестировать крипто дальше только выше только намного выше все это был дайджест большое спасибо за просмотр пиши какие-то вопросы комментарии свои с удовольствием прочитаю отвечу темы интересующие тоже пиши желаю отличного трейдинга и прекрасной недели и до встречи в следующем выпуске а а а а